Новости региона в эфире. Всех приветствую. Вот не все, но главное, о чем будем говорить с коллегами. В Северодвинске проверка из-за свалки противогазов, ищут виновных и даже замеряют уровень радиации. В Северодвинске начали проверку по факту обнаружения жителями несанкционированной свалки. В Канаву вдоль Онежского тракта выброшены десятки противогазов. Сегодня на место выехали и специалисты гражданской обороны для оценки опасности, в том числе радиационной. Николай Цып все записал. Противогазы для населения. Такое определение дали специалисты отдела гражданской защиты и для находки местных жителей. Во время сбора грибов люди наткнулись на свалку опасных отходов. Это, как правило, те противогазы, которые использовались для выдачи населению в организациях. То есть, получается, это какая-то организация? Да, скорее всего. Может быть, даже жилищная организация какая-то. Правда, какая организация так похабно отнеслась к северным лесам, теперь выяснить сложно. Обычно каждый противогаз имеет бирку с фамилией того, для кого он предназначен на предприятии. Но здесь таких не оказалось. Во-первых, это отход четвертого класса опасности. Необходимо заключать договор со специализированной организацией, которая имеет лицензию. И дальше уже организация ведет на утилизацию. Все противогазы с 73-го года выпуска. В 98-м году их срок годности вышел. Но, видимо, они так и остались лежать на полках. А сейчас понадобилось освободить место. На всякий случай специалисты отдела гражданской обороны замерили уровень радиации. Замеры уровня радиации производятся прибором ДКГ-02У «Арбитр». В данный момент он поверен и показывает фактические значения. Значение радиационного фона составляет примерно 0,03 микрозиверта в час. Три сотых. Да. Это ниже нормы, потому что уровень фона сейчас составляет примерно 16-17 микроэнген. Да, в микрозивертах 0,16 на микрозиверта. На месте появились и сотрудники местного лесничества. Сейчас главный вопрос – выяснить, чья это территория и кому убирать брошенные противогазы. Да, будем сейчас координаты забивать и будем определяться, да, чья это территория. Смотрим, если эта территория будет сербинского лесничества, да, будет составлен акт о лесонарушении, да, и будет передано в полицию для поисков нарушителей. По мере уже определения мы будем думать, как ее утилизировать. То есть она должна быть утилизирована цивилизованным путем однозначно. То есть так ее нельзя оставлять здесь. И на полигон тоже нельзя ни в коем случае отвозить. Спустя время выяснилось, что земли – это федеральные. Дорогу на Онегу и 37 метров леса по сторонам содержит Архангельск-Автодор. От отдела экологии администрации Северодвинска в адрес директора госучреждения уже направлено письмо с требованием утилизации опасных отходов. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. В Архангельской области приняли программу по предотвращению массового распространения борщевика Созновского. Его в народе еще называют сорняк-убийца. И, увы, это растение прописалось на многих полях и огородах нашего края. Задача до 2023 года – если не избавиться, то существенно сократить рост борщевика на всей территории региона. Алексей Макеев подробнее. Жительница деревни Пежма Екатерина Никулина в начале сезона заказала землю для огорода. В той, что не использовала в теплице, вырос борщевик. Хожу и смотрю, как он там дальше-то будет расти. Пока вот такой вырос. Это значит, уже привозим земли, это не только у нас, это вот и соседи привозили землю. Борщевик Созновского ядовит, имеет гигантские корни и сжить растение практически невозможно. А ведь завезли его в Архангельскую область в середине прошлого века для повышения удоев молока и заготовки силоса. Как говорится, благими намерениями. Беда. Я считаю, что бить в сельское хозяйство – это было нашей ошибкой. Теперь его уже не вывезли, потому что я думаю, что разводят его птички и заносят в такие глухие места, что даже в лесу. Самые активные борцы с борщевиком, конечно, владельцы частных подсобных хозяйств. В этой войне все средства хороши, но у всех они разные. В интернете читали, как вообще бороться с борщевиком, так это выкорчевывать, скашивать и выкорчевывать. А так вот просто скашивать – бесполезно. Только вот далеко не все землевладельцы ответственно относятся к решению проблемы. Многих сорняк атакует с соседних неразработанных полей. И это несмотря на то, что для нерадивых владельцев предусмотрен штраф. К администрации мы обратились. Нам дали ссылку, консультантам, плюс мы тоже умеем пользоваться. Все эти законы мы знаем. Ну просто, допустим, как, мы должны что ли ходить постоянно? Мы и так сколько лет ходили, рубили. Надо заметить, что борьба с борщевиком на уровне сельских администраций велась всегда. Но делалось это разрозненно. В каждом районе решения принимались, исходя из возможностей. Сумма небольшая, порядка 50 тысяч на год у нас в бюджете выделено на борьбу с борщевиком. Этого нам хватает порядка обкосить гектар территории поселений, территории общего пользования, обочины наших муниципальных дорог. Но это совсем-совсем мало. 3 августа правительством Архангельской области утверждена программа по борьбе с борщевиком Сосновского. Задача объединить усилия всех муниципалитетов и ведомств. Начиная с органов местного самоуправления, министерств и хозяйствующих субъектов. Они касаются и информационной поддержки, и консультационной поддержки тех, кто будет осуществлять мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. То есть там будут привлечены и агрохимслужбы, и Россельхознадзор, для того, чтобы эти мероприятия проводились правильно. Нашим министерствам выделяются средства на сегодняшний день на мониторинг земель, заросших борщевиком, для органов местного самоуправления. В этом году 2 миллиона рублей выделено 6 районам области для проведения этих работ. На средства будет обработано порядка 60 гектаров зараженных земель. Что касается сельхозорганизации, им компенсируется часть понесенных затрат. С начала года возмещено приобретение 197 литров гербицидов. Кроме этого, в программу включены мероприятия по обработке земель вдоль дорог, находящихся в зоне ответственности Министерства транспорта. Все это надеются в правительстве региона, если не спасет, то поможет уменьшить территории, которые захватил опасный сорняк. Алексей Макеев, Андрей Миронов, Александр Угольников, Ольга Красулина, Регион 29. Беломорская сплавная компания стала резидентом арктической зоны России. Логистическое предприятие группы компании «Титан» заключило соглашение с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Предпосылок такого решения было немало. Два года назад в холдинге начали развивать новое направление – судостроение и судоремонт. На базе БСК были модернизированы более 20 судов, плавкранов и барж. В 2020-м построен плавкран грузоподъемностью 16 тонн, а также запущено серийное строительство буксиров. На судостроительной верфи предприятия возводят буксир современного проекта «Ярослав». До конца года будут заложены еще два судна этого типа. Планируемый объем инвестиционного проекта – 500 миллионов рублей. Средства предусмотрены в том числе и на развитие промышленных площадок предприятия. Сегодня БСК располагает всем необходимым оборудованием. В штате работают 250 специалистов. Напомним, что Беломорская сплавная компания – крупнейшее логистическое предприятие в регионе, основанное в 2005 году. Школьники наслаждаются последними днями летних каникул, их родители вовсю собирают детей к новому учебному году, а учителя тем временем с новыми силами готовятся к первому сентября. Не только морально, но и методически. Так и педагоги Архангельска сегодня встретились на традиционной конференции. О чем говорили, узнал Михаил Меньшанин. Как учить детей? Вопрос сродни Гамлетовскому, но на него есть тысячи ответов и мнений. И все равно каждый раз находятся новые. За этим-то педагоги города и собираются на ежегодную конференцию перед началом учебного года. Заодно есть время подумать, каковы плюсы для молодого специалиста, выбирающего стезю педагога. В учительской работе очень много плюсов. Мы об этом всегда говорим, когда встречаемся со студентами вузов, когда они приходят к нам на педагогическую практику. Плюсов намного больше, чем минусов. Может быть, единственный отпугивающий такой момент – это ведь надо уметь общаться с детьми. Этим ценным навыком общения с детьми педагоги 14-й школы владеют на отлично. Доказательства в достижениях учеников. Спортсмены 14-й регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. А баскетбольная команда юношей и девушек громко заявляют о себе на всероссийских стартах. В науке успехи не меньше. Победы на Олимпиадах там в порядке вещей. А выпускники – уже завсегдатые лучших вузов страны. Как пример – Елизавета Смирных, которая без проблем поступила в СПБГУ. У меня со второго класса идет углубленное сечение немецкого языка. И я, в общем-то, очень быстро поняла, что это мое, что я хочу связать с ним свою жизнь. И быть переводчиком. Поэтому определилась давно-давно. Понимала, что СПБГУ – это один из ведущих вузов страны. Поэтому я в любом случае получила мощнейшее развитие. Не менее мощное развитие педагоги намерены дать ребятам в новом учебном году. Пока же принимают благодарности за работу. На конференции власти Архангельска отметили лучших специалистов. От воспитателей детских садов до директоров школ всего 57 человек. Я уверен, что ваш труд, ваш вклад будет достойным. И наши ребята проявят максимум своих талантов. Вы выявите эти таланты в наших детях. Я уверен, что в каждом ребенке есть тот или иной талант. Наша с вами задача – выявить его. Разумеется, поговорили и о методиках работы с детьми. Менялись опытом и мыслями. Главное, что на тот самый вопрос, как учить детей, у всех ко дню знаний точно есть свой, правильный ответ. Михаил Меньшенин, Денис Линчевский, Регион 29. Празднования, посвященные 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в Порт-Архангельск, начнутся с Северодвинска. В эту субботу город Корабелов организовал различные площадки. Все начнется с воинского мемориала острова Ягры в 9.30. Покажут вооружение, предметы быта, плакаты, а также ретро-технику. Ценители истории привезут два автомобиля «Виллис». Непосредственно с самими водителями, которые будут рассказывать о всем, в чем только их не спросят. Водители будут рассказывать? Конечно, конечно. Это их личная техника, которую они восстанавливают на протяжении многих лет. И в идеальном, я бы сказал, состоянии, судя по фотографии. В парке культуры и отдыха состоится плац-концерт военного духового оркестра Беломорской военно-морской базы. Свои концерты в ЦК и ОМ дадут военные оркестры Костромы и Мирного. На территории Дома офицеров станцуют и покажут моду в стиле 40-х. Завершится празднование в драм-театре. В 18 ровно концерт образцового оркестра ВМФ России. План мероприятий рассмотрен региональным оперштабом и рекомендован к проведению, но с ограничениями. Жители города Северодвинска и гости нашего города должны будут обязательно предоставить QR-код, подтверждающий о том, что ими пройдена вакцинация. Либо предоставить справку о наличии антител. Но эта справка должна быть выдана не ранее, чем за два месяца до дня проведения мероприятия. Ну и третий способ – это... Подойдет и отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней. Приближающийся юбилей Дервиша, конечно, чувствуется и в Архангельске. К примеру, на Ленинградском проспекте сегодня появилось вот такое граффити. На трансформаторной будке художники нарисовали символичный маяк острова Мудюк – официальный символ Дервиша, флаги союзников и образы кораблей арктических конвоев в море. Проект называется «В поисках света». И у нас была идея, задумка именно изобразить маяк, так как он связан непосредственно с конвоем. Это свет, куда шли, это какая-то надежда на, скажем так, на лучшее. Поэтому выбирали подстанцию, подходящую под силуэт непосредственно маяка. И ТП-29 – это уникальная подстанция, которая своей формой уже напоминает маяк. И мы решили именно здесь изобразить. Граффити-художник Артем Хазанов создал рисунок за шесть дней, теперь его покроют специальной антивандальной краской. Добавим, что украсить город таким образом решили по инициативе главы Архангельска, регионального министерства по делам молодежи и спорту и архангельского филиала Россети Северо-Запад. Далее минуты рекламы, а после заглянем на важную стройку в Архангельске и один из заповедных поселков нашего края. Дождитесь. Готовь сани летом, а шубу прямо сейчас. Зимняя сказка вновь привела в Архангельск, чтобы порадовать всех ценителей меха. Новинка сезона – шубы из эко-меха и шерстяные изделия. На выставке более тысячи моделей и цветовые решения на любой вкус. Взгляните только на эту комбинированную модель. Шуба из норки с каракулем – идеальное сочетание комфорта и стиля. Теплый капюшон не даст вам продрогнуть суровой северной зимой. А модель «Летучая мышь» станет универсальным вариантом в вашем гардеробе. Оригинальная фурнитура, качественный мех, удобные фасоны и, самое главное, ценовые предложения не оставят равнодушными никого. Сейчас проходит распродажа прошлых коллекций – скидка до 50%. Дубленки изделия из стриженной нутрии обойдутся модницей со скидкой в 40%. На новинки сезона действует скидка 10%. Удивляет и многообразие фасонов – от классики до моделей трансформеров. На выставке представлены изделия из норки, мутона, скидки на них до 50%. А также новинки этого сезона – это изделия из шерсти, скидки до 10%. Мы работаем для вас и всегда рады вам с 10 до 19 часов. На нашей выставке вы не только приобретёте изделия своей мечты, но и приятно проведёте время. Зимняя сказка работает по всей стране уже более 25 лет. Так что за качество меховых изделий производитель ручается. Шубы здесь исключительно российского производства. Каждая сертифицирована, срок действия гарантий – 2 года. А ещё на выставке Архангела Городцев ждёт сюрприз – целая галерея великолепных головных уборов за 1 тысячу рублей. Не верите? Тогда приходите в торговый центр «Корона» и убедитесь сами. Сейчас продолжаем рассказ о темах этого вторника. Возведение нового речного вокзала в Архангельске выходит на завершающий этап. Стройка шла не без пробуксовок. Виной тому стали нестыковки в проекте. Но здание уже хорошо можно рассмотреть как с берега, так и с реки. Сделал это сегодня мой коллега Александр Богданович. Речного вокзала Архангельск лишился ещё в 2012 году. В этом году располагалось старое здание неподалёку от места нынешней стройки. Закрыли здание из-за аварийности, а в 2013 году оно и вовсе сгорело. Уже в 2015-м Архангельский речной порт решил – новое здание необходимо. Ввести в эксплуатацию планировали в 2020 году, но строительство затянулось из-за долгих согласований проекта. Они мне сказали, что вокзал-то запроектирован, что мы пытаемся построить. Но есть вопросы с разрешением. Мне пришлось подключиться к тому, что есть с департаментом. Муниципальное имущество с архитектурой города Архангельска, ещё с многими структурами. Там услышали в правительстве Архангельской области. У нас был ряд совещаний с министерствами. Услышали, пошли на встречу. В принципе, это их работа была. И вот лёд тронулся. Строительство, начавшееся в 2019 году, выходит на завершающую стадию. Уже подведены все коммуникации. Объём инвестиций – более 120 миллионов рублей. «Осталось закрыть тёплый контур первого этажа. Внутри ведутся инженерные все системы. Далее, после их окончания, внутренняя отделка. И выходим на финишную прямую». За одну только летнюю навигацию пассажирские теплоходы перевозят около одного миллиона человек по девяти направлениям в дельте Северной Двины. К тому же приобретено два новых теплохода. «На я со сторонных территорий звезла столы. Поэтому, конечно, всё это приходилось пережить. Что и холодно, и дождь, и ветер. И иногда приходится очень долго ждать, что время свободно может быть и два часа, и три часа. На таком холодне. Так бы зашёл тут и в тепле. Может быть, здесь было бы и отдохнуть, и буфет может быть, и мы уже подерекмахерская. Самое главное, конечно, зал ожидания. «Да, естественно, нужно как. Мы же сидим, вот видите, на улице, здесь же холодно, дождь. Ну а так как? Под крышу бы сели и сидели бы, ждали теплохода. Конечно, нужен. Обязательно». В новом вокзале зал ожидания, комната матери ребёнка и, наконец-то, билетные кассы с актуальным расписанием по всем направлениям. «Трильство вокзала, в первую очередь, делается для наших граждан, для пассажиров, чтобы они могли с комфортом дождаться своего теплохода, воспользоваться необходимыми удобствами, как-то цивилизованно приобрести билеты, если необходимо». Вокзал должен открыть двери уже в следующем году. Александр Богданович, Ольга Красулина, Денис Линчевский, «Регион-29». Бывший купеческий городок – одно из самых древних поселений русского севера. Первое упоминание о нём датируется 1137 годом. Посёлок Пинега отметил день рождения. Больших гуляний нет, поэтому можно спокойно погрузиться в тайны старого города. Пролистать страницы времени помогли сотрудники Краеведческого музея. А как без помощников? Ведь история посёлка своё начало берёт больше восьми веков назад. Бывший купеческий городок – одно из самых древних поселений русского севера. «На почте у нас там, видите, какой-то дом-то сработал, двухэтажный, как хорошо. Кузнец-то как сработал». Чтобы наполнить музыкой сердца, жители Пинеги собрались на концерт. В зале не аншлаг, всё из-за известных ограничений. Но проникновенность исполнения это не умолила. «Какими бы разными мы ни были, как ни складывались наши судьбы, нас всех объединяет любовь к общему дому, неравнодушие к его судьбе». А в местной библиотеке на время прописались работы северных мастериц. В окружении такой красоты, как не вдохновиться. Потому взрослые угадывают, где эта улица, где этот дом. А юные посетители идут дорогой увлекательного квеста. «Команда рябчики, команда родной край и команда берёзки». Ну и какой же праздник без бриллиантов короне культурного наследия Пинежья. Так по праву можно сказать про местный народный хор, который хранит традиции северного пения. В репертуаре более трёхсот композиций. И название концерта «Пинега в сердце моём» созвучно настроению каждого жителя посёлка. Старинного, с былиными красотами и природой, которая ещё долгие годы будет достойна кисти художника. Артемия Заварзин, Алиса Павлова, Регион 29. Высокотехнологичная одежда из Северной Америки и Европы для суровых холодов России. В Архангельске впервые проходит нордическая выставка. Чем могут удивить заморские гости, узнаем у Акима Самедова. Северные страны несомненно очаровывают, особенно зимой. Будь то снегопад, неспешно покрывающий суетный город белым снежным одеялом, или застывшая живописная красота бескрайних рек и укутанных снегом лесов. Но наблюдать эту красоту лучше в уюте и в комфорте. Не за экранами мониторов, конечно же, и не глядя из окна, но в теплой и надежной, а главное, современной и технологичной одежде. Все-таки температура зимой в большинстве северных стран колеблется от минус 30 до минус 50, и наш регион не исключение, несмотря на разговоры о глобальном потеплении. Глобально меняются и цены. Кризисы и инфляция влияют и на стоимость одежды. Специально для северных регионов нашей страны проходит нордическая выставка. Это спецпроект для северных городов России, который приехал и в Архангельск. И пришла из чистого любопытства. Просто думаю, дай посмотрю, что у нас за новинка в городе. Зашла, посмотрела, увидела, померила, понравилось. Приятные цены, реальные все. И вещи как-то сели на меня, как по подиуму прошлась. Мне очень понравилось. Я приобрела себе пуховик и кожаный плащ. Канадские пуховики, аляски, парки и кожаные куртки из Германии и Италии. Дубленки и шубы на любой вкус и размер. Главная цель выставки – не только привезти новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки для температур до минус 50 градусов в северной регионы России, но и сохранить оптовую цену практически без изменений. Все прекрасно знают, что в магазинах идет накрутка на весь товар. Потому что там большая накрутка идет. Это потому что зарплаты, аренды помещений на долгий срок. А здесь при минимальных затратах этой накрутки нет. Поэтому у компании это выгодно, и поэтому покупателю тоже в этом плане выгодно. Поэтому цена идет намного ниже. То есть по себестоимости стараются распродать. Собратья по северным красотам и холодам уже успели оценить нордическую выставку у себя в городах. Такие уже прошли в Якутске и в Магадане. Жители по морю же могут начать готовиться к зиме уже сейчас. В Архангельске выставка пройдет с 24 по 29 августа 2021 года. Аким Сальмедов, Денис Линчевский, регион 29. Готовясь к зиме, не забываем, что на дворе еще лето. Стоит ли завтра утепляться и брать с собой зонтик? Узнаем через секунды. Ну а я прощаюсь. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова